Абиссинская кошка Последнее утверждение стандарта было принято немного позже Кот Седжимерболт и кошка Седжимерпити были первыми абиссинскими с дикой окраской Вскоре несколько таких кошек были направлены в Соединенные Штаты Америки В период Первой мировой порода на территории Европы практически пропала Уже после войны специалисты из Америки помогли создать ее снова Но вскоре случилась еще одна трагедия Кошки начали погибать от болезни, рака Большинство любителей сразу кинулись спасать породу Благодаря такому поступку они выжили И лишь в начале 20 века филинологи смогли зарегистрировать ее Порода редко встречается на территории России Большое количество этих животных на территории Европы и Америки Если вы приняли решение приобрести такую породу То следует знать, что стоимость зависит от многих факторов Ведь чистокровные абиссинские без всяких генетических заболеваний Стоят в десятки раз больше, чем кошки, приобретенные просто для себя В роли домашних животных Самую большую цену имеет абиссинская порода американской линии разведения Старый вид кошки уступает американским как по цене, так и по окрасу На данном этапе филинологи отдают предпочтение лишь современному типу абиссинских Так как они соответствуют всем нормам Такая порода имеет короткую шерсть и среднее тело Они отличаются грацией прекрасной осанкой, которой могут похвастаться лишь абиссины Имеют мускулистое телосложение, тело кошек не сильно вытянуто, немного выгнутая спина Голова, клинообразная, нос небольшой длины, мощный подбородок, конечности пропорциональны телу, толстый хвост Окрас у абиссинской породы насыщенный без грубых переходов разных цветов Шерсть недлинная, плотно прилегающая к телу Каждый волосок представляет собой несколько полос разного цвета Этот окрас имеет название тикинг Более ценится тройной тикинг Такой нестандартный окрас кошек, не создавая рисунка на теле, делает их схожими со многими дикими животными Существует четыре главных расцвета породы Сорель Цвет шерсти очень похож с цветом корицы на фоне красного цвета Дикий, черно-коричневый или чисто черный, также на красноватом фоне До середины 20 века был единственным окрасом абиссинов Голубой Тикинг голубого оттенка на абрикосовом фоне Фаун, бледно-коричневый оттенок на розово-бежевом фоне Самые распространенные первый и второй окрас Спина всегда более насыщена, в отличие от живота и груди Именно окрас в виде тикинга является главной характеристикой этих кошек Немаловажное значение имеет характер кошки абиссины Порода с активной жизненной позицией Имеют сильно развитый интеллект Любят играть, как уже говорилось ранее, самые грациозные кошки И также немаловажно проявляют искренний интерес ко всему происходящему Их темперамент очень спокоен и уравновешен Они являются удивительно гармоничной породой во всех своих проявлениях Их очень легко приучить к чему-либо довольно быстро улавливают правила поведения в любом месте Не глядя на чрезмерную активность своей породы Они никогда не будут прыгать на шторы, рвать вещи или царапать диван Если они, конечно же, правильно воспитаны Внешность дикого представителя никак не совпадает с их уравновешенным характером Абиссинка очень сильно привязывается к хозяину И не может долгое время находиться одной Она станет для вас верным другом и соратником Но требует свой адрес любви, нежности и доброты За что вы будете щедро награждены ее любовью Что бы вы ни делали, куда бы вы ни пошли Абиссинка всегда будет рядом с вами Ведь ей интересно все, что происходит Довольно-таки тихие животные Не будут вам надоедать своими кошачьими разговорами Скорее предпочитают тактильное общение С другими животными уживается неплохо Но стоит знать о лидерских способностях вашего любимца Так что нетрудно догадаться, кто в доме будет главным Здоровье абиссинов крепкое, но присущи генетические заболевания Так перед тем, как купить себе такого котенка Обязательно потребуйте у заводчика результаты соответствующих тестов Несмотря на небольшой период существования Этих представителей, абиссины популярны во всем мире Субтитры сделал DimaTorzok